Доброе утро! Да, мы заявляемся как спортсмены, не как... А до этого это было как хобби? Дело в том, что да, когда спрашивают, а кто вы такие, это вот эти? Нет. Появилась новая у нас присказка, люди которые летают. Ну, вчера заметно было на церемонии закрытия второй всероссийской зимней спартакяды инвалидов ханты-мансийских, потому что девочки летали. Вот. И у меня сердце замирало, я... Правильно. Я представляю, родители как... Эффект достигнутся. Родители нравятся, они уже привыкли и смирились. Вот. Поэтому, да, стереотипы мы ломаем. Люди, которые летают, завтра у них будут первые соревнования. Ну, а как они проходят? В чем состязаются, девочки? У нас будут представлены из девяти только четыре дисциплины, которые на самом деле проходят на соревнованиях по черлидингу. Это классические дисциплины. Да, это классические дисциплины. Во-первых, черлидинг это командный вид спорта. Вот сейчас мы видим с вами открытие спартакяды. Это когда выходит команда максимум 25 человек. 25 человек, да, и, что называется, начинает покорять высоты, вот, выбросы делать, вот, в общем, достаточно очень жестко все и ответственно, поскольку люди работают без страховки, как таковой, вот, команда подбирается, вот, стантовая работа, когда идет, они как космонавты. Они между собой должны обязательно дружить, друг другу доверять, потому что флайер это самый доверчивый человек на самом деле. Это тот, кто наверху. Это тот, кто наверху, да, флай летать. Вот. И, как бы, получается, что они должны быть одной, вот, маленькой командой. Если одна не сработает, не сработает весь стан. Хорошо, ну, вот сказали, четыре дисциплины, да? А кто из гостей к нам приедет, чтобы в этих дисциплинах посоревноваться? У нас приедет команда, начинающая спортсмена. Соревнования открытые, соответственно, кто-то должен приехать. По крайней мере, приглашали, да? Конечно. Вот, ну, к нам приезжает команда из поселка Березова. Вот, это уже хорошо. Они будут дебютировать, это первое их соревнование, вообще-вообще первое. Вот, они будут дебютировать у нас в двух дисциплинах. Это чир, то, что сейчас мы видим на экране. Вот это вот чир? Да, данс. Это танец спамбон. А данс это когда все разбежались, выстроились? И спамбонами. Юлия, а мальчишки есть в команде? К сожалению, нет у нас мальчишек, вот, в команде. Ну, вы так заулыбались, что это возможно, это приемлемо. Это наша вообще мечта. Есть команды чир-микс, вот, просто, можно набрать в интернете тот же феномен, а чемпионы России, призеры международных соревнований. Это екатеринбургская команда, где вышли в основном парни и флайеры, и девчонки. Это настолько зрелищно, это настолько спортивно. Это там, я уверен, совсем вообще ни о чем не думают, там летают где-то высоко-высоко, потому что они в надежных, сильных руках находятся. Да, согласна. Ну, ребята отвечают в этом случае в чир-команде за акробатику? И за силовые поддержки? Это все абсолютно. Ребята, акробаты, это зрелищно. Дело в том, что нужно флайера запустить и флайера принять. Это достаточно ответственная работа. Это закономерно. Ну, когда люди вылетают на 6 метров в высоту, то... До 6 метров? Да. Это вот выброс человека, люди могут, команды, вот настолько... Да, люди могут, да. Люди могут. Если наша команда на 2,5 этажа летает, то почему бы в чир-миксе не улететь на 6 метров? Ого. А возраст каков участниц? Вот на этих соревнованиях. На этих участниц, возраст этих участниц будет от 6 до 15 лет. То есть даже вот эти вот 6-летние ребята? Да, дети с 6 лет уже имеют право принимать участие в соревнованиях, но у нас будет такой маленький сюрприз. У нас будут дети 4-х лет, это подготовительная группа маленьких чир-лидеров. Вот, да, они тоже будут принимать участие показательным выступлением. Вот, для того, чтобы посмотреть, как другие работают, к чему нужно стремиться, себя замотивировать, вот, и в дальнейшем быть хорошими спортсменами. Юля, скажите, вот разновидности какие существуют? Ну, в простонародье, наверное, это все мочалкой называют, а вы сказали помпон. Да, официально их называют, действительно, помпонами. Тут у вас разные. Есть еще одно официальное название, но его не рекомендуют произносить. Не, официально ручки разные, на чем, наверное, самого, не знаю, наверное, вот этот помпон, с которым, в общем-то, все уважающиеся чир-лидеры поступают в соревнованиях. Но я даже обратил внимание, ручки разные. Они, да, ручки разные, вот этот более профессиональный помпон, есть еще, как бы, гантелька такой, то есть здесь еще один такой вот. Они вылетают в процессе танцев? Они, вот в том-то и дело, что это сильно большая ошибка, чтобы они потерялись. В смысле, это сразу же команду наказывают? То есть, подседали их не теряют? Это сбавки. Помпон не должен быть потеря. То есть, потеря баллов. Да, потеря баллов. Причем, как бы, когда выполняют спортсмены элементы, то колесо или еще не должно быть помпона в точке опоры руки. Вот. То есть, надо перекватиться. То есть, нужно убирать, и колесо в любом случае должно быть, допустим, на одной руке. То есть, это святыня, которая... Не могу сказать, но это предмет, с которым мы работаем. Вот. Есть еще вот такие. На два пальца рассчитанные? Это, в основном, используют группы поддержки. Да. Опять же, помпоны должны улетать. Вот. И для того, чтобы этого не случилось, есть вот такая вот чудесная ручка. Вот. Существуют они самых разных видов. Зависит все от материала, из которого они сделаны. А это какое-то специализированное производство, где их выпускают? Да, их выпускают в Петербурге, их выпускают в Москве, ну, и по всему миру. На заводе помпонов? На спортивной экипировке, скажу так. И хорошо, еще один вопрос осталось совсем. Вот сейчас люди посмотрели, все увидели, глаза загорели. Где, когда мы это все увидим? Это можно посмотреть завтра в Центре развития теннисного спорта. В 2 часа дня мы ждем гостей на наши первые соревнования. В 14.00 начало. Начало. И все это в один день пройдет? Да, это пройдет в один день, с 2 часов и как управимся. Дорогие друзья, все завтра все в Центре развития теннисного спорта. На открытый чемпионат, на открытое первенство, да, города Ханты-Мансийска по чирлидингу. Так что увидимся там. Большое спасибо и хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.